150-й участок открыт. И сегодня у нас на участке в день голосования заявлено 605 избирателей по спискам. Нам было выдано 500 бюллетеней. Насрочно проголосовали 9 из них, один проголосовал в день. Выборы в Черногорске стартовали. И первые бюллетени, которые приняли электронные урны КАИП, установленные на всех избирательных участках города по досрочному голосованию. Граждане, на которые проголосовал. Здравствуйте. Бюллетень обратно. Спасибо. Второй. В Черногорском лицее сразу два участка. Общее число избирателей на них больше двух тысяч. С утра ажиотажа нет, но люди потянулись в первые же минуты начала голосования. В основном те, у кого на воскресенье намечены дела. Ну, это же наш город. Мы все живем. Как сюда не прийти? Я тут прожила, проработала 40 лет на шахтах. На шахте. Как я сюда не приду? Нет, я обязательно сюда приду. Должна прийти. Мы должны за свой город голосовать, болеть. Ну, надо, чтобы жизнь как-то была получше. За выборами главы Черногорска следит вся республика. Выборная кампания отметилась чередой судебных разбирательств. Претенденты выясняли отношения друг с другом. Некоторые были сняты с предвыборной гонки. В бюллетене осталось 8 фамилий. Интрига о том, кто возглавит второй по величине город Хакаси, сохраняется. На участках как никогда много наблюдателей. От общественной палаты, различных политических партий и представителей кандидатов. Моя задача заключается в том, чтобы наблюдать, выявлять нарушения, если таковые будут, и как бы их пресекать. Ну, просто следить за порядком и наблюдать, как происходит сам процесс голосования. Участки будут открыты до 8 часов вечера. И до 2 часов дня избирательные комиссии принимают заявления от избирателей для голосования на дому. Ольга Барловская, Станислав Колченаев, РТС.